Приветствую с вами программа Отражение, я Оксана Пилькина и представляю наших гостей. Это Амаров Азад Энверович, кандидат наук государственного управления, кандидат депутата областного совета по округу 15 от партии Блок Петра Порошенко «Солидарность» и народный депутат Украины Александр Кирш. Приветствую вас в этой студии. Здравствуйте. Здравствуйте. И, собственно, Амар Азад Энверович, расскажите, пожалуйста, о себе. Почему решили идти в депутаты? Вот могли бы пойти, скажем так, и в городской совет, но, тем не менее, идете в областной совет от городского округа. Вот почему приняли такое решение? Я больше 20 лет живу в Харькове. Мой младший сын здесь родился, родились здесь мои внуки. Я думаю, мы как никогда сегодня должны выбрать тех людей, которые должны на самом деле думать о людей, о гражданах и о целостности Украины. Я патриот Украины, я думаю, что это качество у меня есть. Поэтому я решил идти в депутаты. А по поводу, почему именно областной совет от городского округа? Потому что, согласно закону, сейчас в областном совете будет большее количество депутатов от города. Раньше, если их было два, теперь будет 24. Я думаю, эти же депутаты будут отстаивать интересы харьковян в областном совете. И еще областной совет, есть вопросы, проблемы города, которые исключительно решаются в областном совете или в Верховной Раде. А областной совет еще и ближе к Верховной Раде. Например, харьковяне или человек, который живет в городе, девятая тачка, ему тоже нужен кусок земли, земельный участок, чтобы, скажем, обработали. А земля находится в области. В таком случае, если депутаты таких вопросов будут решать, я думаю, это будет самый лучший и короткий путь. Ну, вот опять встает вопрос взаимосвязи депутатов областного совета, депутатов Верховной Рады. Вот насколько сейчас построены эти взаимоотношения? Ну, безусловно, связь-то нужно поддерживать с округом. Я же не просто депутат-списочник, я же мажоритарщик. То есть я же без связи с округом не могу. Вот Азадан Ветрович вам не сказал, он же мой помощник, он мой советник, консультант именно по жилищно-коммунальным проблемам. Да, я понимаю, что депутат Верховной Рады должен заниматься вопросом стороны в целом, но округ есть округ. То, что успел наобещать, то, что нужно выполнять. А как же выполню без жилищно-коммунального помощника, для которого эти все проблемы как родные, потому что он им занимается чуть ли не с рождением. Был на всех жилищно-коммунальных должностях, которые только существуют. И причем не только в Харькове, а еще и в соседних областях. То есть никто так не разбирается, как он. Ну, я считаю, о таком депутате на местном уровне можно только мечтать. И мне это тоже будет помогать, понимаете? Потому что если мой помощник одновременно имеет полномочия депутата, мне будет проще выполнять то, что я наобещал в округе. И как бы мне будет с чем смотреть в глаза избирателям, что мы все-таки вместе смогли сделать то, чего я один не смогу сделать. Поэтому я лично кровно заинтересован, чтобы мой помощник стал депутатом на местном уровне, или на городском, или на областном, что я действительно правильно сказал, ближе к Верховной Раде, чем городской. От этого будет лучше и городу, и области. И мне, как народному депутату, будет легче выполнять свои обязательства. А в случае избрания в каком направлении будете работать? Где вы видите себя в депутатском корпусе? Я думаю, что имея высшее образование техническое, экономическое и правленческое, я мог бы в любом направлении представлять интересы моих избирателей. И Пилус еще у меня больше 30 лет стаж работы. Но сегодня, если учитывая, что в последние годы я работаю, занимаюсь исключительно в сфере ЖКХ, и слушая моим избирателям, понимаю, что мое место в комиссии ЖКХ. То есть в областной именно... Ну, самое главное, в общем-то, если бы у нас не было политизации местных органов, то вместо этой одной комиссии по ЖКХ было бы 5-6 нормальных реальных комиссий. А так, по сути, ну вот это как в налоговой инспекции, есть заместитель, условно говоря, по налогам. Все остальные там занимаются непонятно чем, охраной там, государство тайное, и один заместитель представителя по налогам. Вот так же и лишь одна комиссия занимается на областном уровне ЖКХ. То есть чем должен заниматься по идее весь областной совет. Но поскольку оно все политизировано, то фактически лишь одна комиссия, но это самое главное, это самая основная комиссия. И я опять же доволен, что мой помощник будет именно в жилищно-коммунальной комиссии. Это то, чего мне не хватает, потому что, понимаете, с налоговыми идеями, с общими украинскими экономическими проблемами мне есть с чем обращаться. На местном уровне, если не будет работать мой аппарат помощников, будет пробуксовка. Ну то есть это та ситуация, в одной из программ вы говорили, что вы радуете за не политическую элиту на местах, а за элиту хозяйственников, за людей, которые знают. От политики никуда не деться, она за нами бежит, мы от нее, она за нами. Когда именно местные советы принимали решение, бандит Путин или нет, агрессор или не агрессор. Но жилищно-коммунальная, это, собственно, то, чем и должны заниматься местные органы. Жилищно-коммунальная, то, чем должна заниматься громада, минимум политизации. Политика за нами бежит, но когда-то эта заразная война закончится. И тогда все вспомнят о том, чем, собственно, должна заниматься областная рада. Хорошо, что есть такие люди. Вы очень много времени проводите на встречах с избирателями. Вот какие вопросы на данный момент больше всего волнуют людей? Волнуют людей, начиная, буквально все, начиная, все, что связано с ЖКХ. Начиная от ремонта крыши, детской площадки, подъездные ступеньки, подъезды. И, конечно, самый больной вопрос – тарифы. Ваше видение, каким должен быть тариф? Тариф, прежде всего, должен быть экономически обоснованным. Ну, и я бы сказал, еще и приемлемым для основной категории населения. Не может быть, что тариф, ну, пусть он будет экономически обоснованным. А еще надо за него платить. А как платить, если доходы основной категории населения меньше, чем, скажем, должно быть? Поэтому в этом, я думаю, что есть и городским депутатам, есть и областным депутатам, и, конечно, депутаты высшего эшелона тоже в этом направлении, я думаю, должны думать, должны принимать какие-то решения, чтобы наши бабушки, дедушки, которые живут на одну пенсию, чтобы могли платить и получить достойную, качественную... Безусловно. Мне тоже это очень не нравится, когда, с одной стороны, сумасшедшие тарифы, которые невозможно заплатить, а, с другой стороны, правительство говорит, ну, тогда мы дадим субсидии. А зачем эти переливания туда-сюда? Значит, раз субсидии, то, во-первых, их получают не все, значит, разницу все-таки государство желает получить, потому что иначе, если бы рост цен на тарифы и субсидии равнялись друг к другу, то государство бы ничего на этом не имело. Оно же хочет на этом получить. Значит, субсидии идут не всем. Так, может быть, проще повысить тарифы для тех, только у кого не должно быть субсидий, только для них и повысить, а с остальными не устраивают эту таракировку, что вы сначала больше заплатите, а потом мы вам дадим под это деньги. Тем более, Кабинет Министров у себя провел эксперимент, как заполнить заявление на субсидию правильно. И из Кабинета Министров, я ценю, как всем заполнить заявление, сможете или нет, заполнило только 10%. То есть, то заявление, которое должны были наши бабушки, дедушки писать на субсидию, оно оказалось настолько сложным, что из правительства 90% членов Кабинета Министров не смогли заполнить. Правда говоря, после этого они форму заявления чуть подкорректировали. Но зачем это вообще? Переливание вот этого, мы вам даем субсидии, вы из этого больше тарифы, не проще ли просто на это сократить, условно говоря? Ну и, конечно, когда говорят, что эти тарифы экономически обоснованы, ну какие они нахрен экономически обоснованы, если вот с тем же газом, какая ситуация? Объявили на газ за налог 70%, который добывается внутри Украины совместной деятельностью. И, естественно, никто не хочет платить 70%, газовые скважины в стране законсервированы. Все, украинского газа нет. Убили украинский газ, налогообложение. В результате в Тридорога покупаем российский газ, продаем его, естественно, тоже в Тридорога, потому что в Тридорога купили, а потом говорю, это экономически обоснованная цена. Какая она экономически обоснованная? Не надо было рубить свои скважины непомерными налогами. Поэтому здесь я вижу и задачу Верховной Рады, даже в первую очередь. И здесь даже и не нужны сигналы. Я и так знаю, что народ те тарифы, которые сейчас, платить не можем. И мы сейчас очень серьезно работаем в этом направлении, чтобы и на украинский газ налогообложение было настолько маленьким, чтобы было рентабельно производить украинский газ, и чтобы не было необходимости покупать российский. И это все, естественно, в взаимосвязи с областными проблемами, потому что, чтобы в области был дешевый газ, надо, чтобы власть давала возможность не облагать непомерными налогами украинский газ, а создавать условия для его производства вместо консервации скважины. Здесь все очень взаимосвязано. Нам еще недавно говорили, запасов газа много, украинского. О, много, но в скважинах его не разрабатывают, потому что невыгодно. Оно законсервировано в скважинах. Вы понимаете, это преступление. В военное время свой газ не используют, потому что задавили налогами. Так если бы их получали, их никто не получает, потому что никто не платит 70%. Просто зарезервировано и ждет в земле. Покупаем в территории дорога российских. Но это умно, ну скажите. На черный день. Вы знаете, когда... А час какой? Час и есть черный. Уже черный не будет. Когда, уважаемый депутат, говорят в военное время, знаете, что вспоминаю? Вот на встречу со мной обычно идут основные бабушки, дедушки. Так, и что вот вчера я наблюдаю? Все вопросы, 95% вопросов, значит, о ЖКХ. И думаю, вот эти бабушки, дедушки, они родились или до войны, или вовремя войны, или после войны. Их детство прошло в военное время. И сейчас в старости опять война. И тогда о ЖКХ, наверное, думали, проблемы были и сейчас. Но когда же эти люди должны нормально жить? Ну, будет. Будет ли время, чтобы эти люди успели нормально пожить? Вот сколько нужно, чтобы возродить? Во-первых, нельзя говорить в будущее времени о плохом. Поэтому будет точно нормальное время. Получилось у соседних стран, у Польши, у Чехов, у Словаков. Они ничуть не лучше наших. Значит, у нас тоже получится. Просто с каким-то временным лагом. Ну, не дефективнее мы, чем они. Ну, может быть, на 2-3 года позже получится из-за того, что у нас была не такая удачная власть, как у них. Но все равно будет. Что будет, нет сомнений. Но для этого нужны реформы в сфере ЖКХ. Вот они сейчас проводятся? Реформы проводятся. Но, скорее всего, не так, как нам хотелось. Медленно. Но все равно проводятся. Проводятся. Медленно проводятся. Вот главное из реформ ЖКХ, по вашему мнению, которая сейчас... Я считаю, что главная реформа еще впереди. Что то, что сейчас проводится, это все-таки такое вот предреформе, в основном связанное с тем, чтобы наконец-то почувствовали, что если воруешь, то посадят. Очень много упирается в это. Очень много в это. И в то, как работает жилкомсервис. Те, кто близки к этой фирме, понимают, о чем я говорю. И то, как работают аналогичные организации в других областях. Вот если реально решить проблему с коррупцией, то проблемы с ЖКХ уже этим будут решены, не скажу на 90%, но на 50% точно. Поэтому пока мы поговорили о таком предреформе, здесь нужна просто политическая решимость. Я очень надеюсь, что пройдет вот эта волна местных выборов, и что все-таки власть и на местах, дай бог, новая переизбранная в том плане, что сегодняшняя городская мэрия, ну, не будет она бороться с коррупцией, ну, хоть речь ее на куски, что уже пытались сделать, ну, не будет она бороться с коррупцией все равно. Понимаете? Здесь нужен именно новый состав. И, безусловно, Верховная Рада обязательно будут решать эти проблемы, начиная именно с борьбы с коррупцией. Потому что вы же понимаете, если у кого-то что-то забрали, то оно где-то всплыло. А всплыло оно как раз там, где коррупция. Вот убить коррупцию, чтобы оно нигде не всплывало, и тогда не жить на карте, что у нас экономически обоснованные тарифы, совсем другие. Ну, в частности, вот децентрализация, да, вот денег больше будет у городов. Может, и ЖКХ как-то... Пока больше рассказов. Пока больше рассказов про децентрализацию, потому что больше взвалили на местные органы, и при этом как бы и с налогами, основные налоги на места все-таки не отдали. Настоящая децентрализация будет тогда, когда на места пойдет хотя бы кусочек НДС. Это уже моя проблема. Чтобы на места шла хотя бы малая часть, и налог на добавленную стоимость. Единственное, большого реального налога. Без этого больше разговоров о децентрализации. Но это забота Верховной Рады. Норма потребления горячей и холодной воды в Харькове. Очень много уже говорилось о том, что они завышены. По вашему мнению, они в нормах, либо они все-таки какие-то... Норма потребления воды, это устанавливается местными органами власти. Сегодня это в Харькове холодная вода 8 кубометра, горячая вода 3 кубометра. Ну, мы все знаем, что да, это завышенная. Ну, насколько я знаю, еще городские власти собрались пересматривать эти нормы. Ну, я не знаю сейчас, как, ну... Как мы должны за это платить? Потому что, ну, формально мы открываем кран горячей воды, из него идет холодная вода. И... И квитанции странные. За отсутствие горячей воды. Вот за что платить? Эта проблема есть. Понимаете, чтобы при открывании кран горячей, вода, чтобы текла горячая вода, для этого должна быть рециркулизация. А этого в Харькове отсутствует. Когда-то было, говорят, ну, его разрушили. А сейчас, чтобы восстановить или строить заново, требует очень большей инвестиции. И я думаю, что это вопрос в ближайшем будущем должен решаться. Потому что так нельзя. Тебе надо вот стаканчик горячей воды, а перед этим ты должен ведро сливать холодную воду, чтобы набрать горячую воду. Ну, это же абсурд. Абсурд. В 21 веке особенно. Да. А приборы учета потребления, то есть так называемые счетчики, по вашему мнению, кто их должен устанавливать? Заинтересованное лицо потребителя или не заинтересованное лицо поставщика? Понимаете, если вещей за своими именами, все будет понятно. То есть мы называем коммунальные услуги. Как бы голодная вода, горячая вода, тепло, это коммунальные коммунальные услуги. Ведь это товар, мы, услуга, это процесс. Если мы идем на базар, покупаем яблоко, продавец, у него на столе, на прилавке есть весы, он взвешивал, продал тебе свой товар, до свидания. А тут, если мы назовем, что это горячая вода, холодная вода, тепло, это товар, тогда сам по себе понятно. Но, к сожалению, пока по закону счетчики должны устанавливать потребители. Ну, как если бы на базар приходил со своими весами. Я себя уже купил, но я понимаю, они достаточно дорогие, у них у всех есть деньги. Но чтобы так вот на базар каждый приходил со своими весами, ну разве что он хочет сам проверить, не обманывает ли его. Но вы видите, насколько здесь далеко сегодняшнее ЖКХ законодательства, опять же, наша проблема. Я вам скажу сразу по законодательству, значит, жилищный кодекс это 83-го года. С первого ямара 84-го года ввели его в силу, но пока мы живем кодексом очень старым. По поводу счетчиков, самый лучший вариант, установили счетчики и платили по показаниям счетчиков. Ну, почему этот вопрос остро стоит? Ну, когда везде будут стоять счетчики, перебор учета, а потом же надо обслуживать еще этот перебор учета, а кто устанавливает, тот же будет обслуживать. Ну, да. Ну вот если счетчик показывает, что в месяц человек потребляет не 3,8 на одного человека, а намного меньше, там, 5 кубов за месяц. Счетчик можно купить за год, поэтому я бы советовал все-таки за год купить. Будут ли пересмотрены эти лимиты, нормы потребления? Тогда нормы не надо будут, если у всех есть счетчик, и нормы не нужны будут. И я думаю, так. Здесь же есть и обратное влияние, понимаете? То есть счетчик не просто позволяет узнать, сколько я должен, а когда я смотрю на счетчик время от времени, я вижу, может быть, мне меньше потребляют. То есть здесь обратное влияние учета на процесс. Вот как шагомер. Допустим, там мне нужно много ходить, но хожу-хожу, но когда шагомер есть, и я смотрю, сколько я нашагал, то тогда, значит, я знаю, сколько мне еще нужно походить. То есть здесь уже обратное влияние счетчика, прибора, регистратора на сам процесс. Может быть, когда я доверяю счетчику, доверяю счетчику, то я тогда буду по-другому относиться и к потреблению электроэнергии, если счетчик показывает, что я близок к тому пределу, сверх которого будет совсем другой тариф. То есть с этой точки зрения счетчики тоже нужны. Я вот чего опасаюсь, чтобы хитрая родина, увидев, что ей все со счетчиками меньше платят, не взвинтила тарифы. Вот здесь опять же это уже наше дело не допустить такого. Давайте немного о другом. Военный конфликт, он так или иначе, но он влияет на все сферы нашей жизни. Вот ваше видение, когда это все закончится, и больше, наверное, интересует безопасность Харькова. Вот насколько, в какой безопасности мы живем? Вот это один из больных, опять же, вопросов, который на встречах мне задают мои избиратели. Вот когда закончится? Ну, я не могу, наверняка, отвечать на этот вопрос, когда закончится. Но я бы хотел вопрос на второй части отвечать, вот по поводу границ. Понимаете, есть мудрая восточная поговорка. Если не охранять землю, значит, ее не стоит обрабатывать. А если не обрабатывать, значит, не стоит ее охранять. Понимаете, мы должны охранять и обрабатывать, и строить, и воспитывать детей. Поэтому еще раз скажу, что, скорее всего, нам надо сначала начинать от своих границ. Тем более, наш город, родной, наша область, это приграничный. Тут стоит об этом говорить не только в студии, в школах, наверное, перед студентами. И, в конце концов, все должны знать, что мы должны охранять свои границы. Как? Усиливать охрану, либо строить... Наверное, строить границу. Граница есть. Надо просто охранять. Но ее нужно защищать. Защищать, да. Ну, вот когда был Таруто губернатор в Донецкой области, он свои личные средства пожертвовал на то, чтобы строить заградительные установки, и чтобы это было. Причем здесь эти заграждения должны быть не только и не столько от России, сколько ее той территории, где ведется то, чтобы эта зараза не пошла на территорию Украины, чтобы не распространились на Харьков метастазы. То есть здесь очень серьезно нужно обсуждать эти вопросы. И я считаю, что здесь должно быть государственное финансирование, что областной совет просто должен принять решение и дать расчеты, а в конечном итоге решение все-таки должно быть за Верховной Радой, потому что здесь, безусловно, должно быть государственное финансирование, потому что, ну, Харьков же не виноват, что он крайне в географическом плане, что именно Харьков живет в прифронтовой полосе. Но если прифронтовая полоса будет нарушена, взломана, и враг безразличия откуда, с Востока или с Северо-Востока пойдет дальше, то плохо будет и Кировограду, и Черкасам, которые находятся посреди страны. Поэтому это должно быть общей государственной проблемой. Вот, ну и уж наверняка не губернатор за свои средства, как это было в Донецке, просто надо было срочно и быстро. А власть страны должна заниматься тем, чтобы и Харьковская область, и вся страна, просто Харьковская область пограничная, была надежно защищена. Тут от этого необходимости никуда не деться. Ну и в конце попрошу вас пожелания нашим зрителям, избирателям, вот что бы вы им хотите сказать? Я бы попросил своих избирателей, вообще-то всех избирателей, не только своих, переходите 25 числа, делайте свой выбор, не давайте, чтобы этого делал вместо вас. А я, пожалуй, выбирать на выборах ответственных людей, которые уже чего-то достигли в жизни, в первую очередь моих помощников, потому что я за них отвечаю. Головой. Потом после выборов спросим. Я напоминаю нашим зрителям, что гостями программы «Отражение» сегодня были Амаров Азат Инверович, кандидат наук государственного управления, кандидат депутата областного совета по округу 15, от блока Петра Порошенко «Солидарность» и народный депутат Украины Александр Кирш. Спасибо вам за участие в программе, за интересные идеи. А вам за внимание. Всего доброго. До свидания. И делайте правильно свой выбор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова